Всем доброго дня! Сегодня я хотел бы предложить нашему вниманию несколько стихов из книги «Плач и Иеремии». Первый отрывок будет 2 глава 14 стих. «Пророки твои провещали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение, изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию». И второй отрывок или стих здесь же в книге «Плач и Иеремии» 4 глава 13 стих. «Все это за грехи лжепророков его, за беззакония священников его, которые среди него проливали кровь праведников». Редко кто из нас, наверное, читает особо, но с большим чувством наслаждения книгу «Плач и Иеремии». Может быть, пророка Иеремии еще кто-то и читает, но «Плач и Иеремии» достаточно такая монотонная, я бы сказал, однородная книга, которая, в общем-то, содержит яркие описания, эпитеты, сравнения, аллегории по поводу бедствия Иерусалима во дни его вавилонского пленения. Мы знаем, что Иерусалим был подвергаем нападкам различных национальностей, этносов, империй, там, Ассирийской империи и так далее. Ну, а здесь мы видим результат, да, или последствия вавилонского пленения. И Иеремия был оставлен, не был уведен в плен, он не был истреблен мечом, он был оставлен в живых и, можно так сказать, бродил по развалинам Иерусалима и оплакивал его, видя бедственное положение, видя те обстоятельства, в которых оказался народ Господний. Ну и, конечно же, все эти картины, все эти последствия, все эти руины дымящиеся, они навевали не очень хорошее настроение. И, естественно, Иеремия, как человек, любящий Бога, любящий народ Божий, он проливал слезы и страдал. Ну и в такой поэтической, наверное, форме. У нас это, может быть, выглядит как проза, а вообще, скорее всего, это было в поэтической форме, вот этот труд пророческий, как стих или песня. Вот. Оплакивал Иерусалим, оплакивал пленение Иерусалима, бедствие города Иерусалима. И поэтому вот последний отрывок, который мы прочитали, там содержится имя собственное его, его. Так вот, речь идет об Иерусалиме. Хотя в еврейском оригинале, на древнееврейском языке Иерусалим женского рода. Ну, просто переводчики наши уже в русскую нашу литературную стилистику переводя, употребляли мужской род. Но неважно. То есть, речь идет о бедствии Иерусалима. И вся книга Иеремии, она содержит в себе такие яркие, сочные мазки, знаете, на картине вот этого бедствия. То есть, как будто бы сыпет соль на рану, как будто бы еще более бередит, да, вот эту рану горечи от пленения Иерусалима. И читать всю книгу, состоящую из пяти глав, ну, достаточно тяжело и, ну, не очень вдохновляет, да. Мы привыкли в нашем современном евангельском христианстве читать или говорить о чем-то вдохновляющем, радостном, таком, обязательно позитивном. Ну, а здесь Ветхий Завет, да, еще такая книга, которую не всегда хочется читать. Но я не буду ее всю читать. Понятно, что идет речь о бедствии Иерусалима. И вникать во все эти, ну, такие печальные и горестные нюансы, там, где матери варят своих детей, там и так далее, где воспитанные в багрянице жмутся к навозу. Ну, знаете, вот эти вот душераздирающие фразы, такие хлесткие выражения, да, которые призваны еще более, как бы, усугубить переживания и ощущения бедствия народа Божьего, ну, не будем сегодня читать. Вот, но два вот этих стиха, которые мы рассмотрели, они проливают свет, как ни странно, на исследование причин такого бедственного состояния. И вот я никогда не задумался, мне всегда казалось, что, ну, причины бедственного состояния Иерусалима, причины его пленения, естественно, грехи народа. Что тут думать, гадать или мудрить? Черным по белому ясно и четко сказано, что грех народа привел к такому бедственному состоянию. Причем этот сценарий, он проигрывался не только с Вавилоном, но также с Ассирией, с Египтом, ну, со всеми, со всеми вот этими наказаниями, да, и возмездиями, которые Господь посылал за грехи Божьего народа. Но вот в этих двух стихах содержится несколько иная причина. И вообще причин пленения Иерусалима, наверное, было несколько. Это целый комплекс, это, ну, перечень каких-то причин, где, конечно же, грех народа является одной из основных причин, это понятно, но были и другие. И вот здесь вот в двух стихах, которые мы прочитали, причина пленения Иерусалима, да, или его разорения, состоит в неправильно налаженном или неправильно функционирующем пророческом служении. Вот эти два стиха, 2 глава, 14 стих и 4 глава, 13 стих, напрямую говорят, прямым текстом говорят о том, что причиной разорения Иерусалима было неверное пророческое служение или неправильно функционирующее пророческое служение. Вот давайте еще раз внимательно. 2 глава, 14 стих. Обратите внимание, здесь не говорится, что это лже-пророки. Это пророки твои, да, то есть, которых Господь, возможно, в свое время поставил, в свое время утвердил, учредил, воздвиг, да, призвал к пророческому служению и хотел, чтобы эти пророки, ну, функционировали правильно, действовали в согласии с дизайном и задумкой Бога, да, но здесь пророки, они не названы лже-пророками, еще раз повторяю, они действуют не так, как Бог то учредил, не следует тому предназначению и призванию, которое Бог определил для пророков. Обратите внимание, они не раскрывали твоего беззакония, не раскрывали, чтобы отвратить твое пленение. Вот здесь черным по белому, здесь очень ясно и недвусмысленно говорится о причине пленения и падения Иерусалима. Пророки не раскрывали твоего беззакония, они не указывали тебе на твои недостатки, они тебя не обличали, и вот мы имеем, значит, то, что имеем. Поэтому сегодня я хотел бы поговорить на тему причины падения Иерусалима, или, вернее, одна из причин падения Иерусалима. Одна из причин, потому что, конечно же, это целый комплекс, это целая, ну, скажем, плеяда таких вот причинно-следственных связей. Грех народа, там священники тоже не лучшим образом себя вели, да, и так далее. Но сегодня я хотел бы поговорить об одной из таких причин, которые являются неправильно функционирующие пророческое служение. Итак, одна из причин падения Иерусалима. Бог призвал истинных пророков, одним из которых был как раз-таки Иеремия во времена вот этого Вавилонского пленения, для того, чтобы предотвратить, для того, чтобы как-то упредить, ну, или отвратить Израиля от вот такой участи. Уберечь Иерусалим от разорения, от разрушения. Но мы видим, что только Иеремия остался, можно сказать, в меньшинстве, в таком ярко выраженном, наверное, что-то подобное было и во времена Илии, когда, помните, он жаловался Господу где-то там под можжевеловым кустом, убежал в пустыню от Изавели и жаловался, и говорил, что вот, пророков твоих истребили, я один остался, вот. Но Господь сказал, что ты не один, там есть еще 7 тысяч человек, но, тем не менее, все выглядело так, как будто бы Илья оставался один. И здесь мы видим тоже подобную картину. Иеремия, он в гордом, как говорится, одиночестве, ну, то есть мы не видим больше нигде, значит, других людей, да, там, которые несли бы пророческое служение такое же, как он. Может, они, конечно же, были, ну, наверняка они были, но как-то вот мы их ярко не видим на страницах книги пророка Иеремии. Я хотел сразу привязать сюда также книгу пророка Иеремии, не «Плачь», которую мы сейчас читаем, а еще книгу самого пророка Иеремии, да, большую вот эту, как бы присовокупить для такого, ну, обзора, для того, чтобы нам понимать, о чем идет речь. Я поразился, я когда перечитывал бегло книгу пророка Иеремии, я обратил внимание, насколько часто там говорится о разных пророках, как они друг с другом там соперничали, да, то есть везде пророки, пророки, пророки и лжепророки, и не лжепророки, да, и вот это все на пророческом служении вот так вот зациклено, описание книги, основной книги пророка Иеремии. Он там состязался с Ананией, который там ярмо сокрушил там и так далее, то есть какие-то пророческие действия производил. И вот состязание Иеремии с этим Ананией и с другими пророками показывает, что проблема неправильно функционирующего, неправильно действующего пророческого служения стояла на тот момент в Израиле, стояла очень остро. И вот здесь мы в 2 главе 14 стихе Плача Иеремии прочитали, что не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение. То есть функция пророческого служения заключается в том, чтобы раскрывать беззаконие, нравится нам это или нет, хочется нам это слышать или нет, но такова уж функция пророческого служения. Она не просто заострена на том, чтобы впечатлить нас супероткровениями, показать нам величественные и повергающие нас в трепет картины духовного мира не в том, чтобы как-то воздействовать или производить впечатление чрезвычайностью откровений, видений и голосов. Она состоит в том, чтобы открывать беззаконие. И, увы или к счастью, Господь учредил это служение или эту функцию в теле Христовом. У нас с вами в организме есть органы или есть такие, ну скажем, ткани или механизмы, системы, которые, ну как бы, не гладят нас по головке, которые сигнализируют о каких-то неполадках, которые занимаются фильтрацией и отбрасыванием мусора. Вот есть такие системы в организме. И если мы эти системы с вами, значит, заблокируем от их нормального функционирования, вот посмотрите, что будет. Посмотрите, что будет. Вот если вы не сможете кушать, например, ну будете в посте, да, или терпеть голод, ну на воде только, то вы продержитесь, ну, достаточно большое количество времени. А попробуйте не походить в туалет по-большому. Если вы кушаете нормально, да, все, и попробуйте несколько дней не походить в туалет по-большому. Долго вы продержитесь? Извините за это сравнение, за это выражение, но есть в организме системы, которые ответственны за отбор и выбрасывание мусора, за очистку, понимаете? За очистку. Допустим, почки, они ответственны за очистку. Попробуйте, вот ликвидируйте функцию почек, и посмотрите, что с вами будет. За очень короткое время. Или функцию печени. Пройдет небольшое количество времени, и вы убедитесь, насколько важна эта функция. Так вот, здесь функция пророческого служения не выполнялась, и были истинные пророки, на самом деле призванные Богом во времена Еремии, не только он, но еще и другие, которые были ответственны за то, чтобы раскрывать беззаконие. И хотя это, может быть, нам неприятно, но мы должны понять, что, когда мы обращаемся к Божьему Слову, когда мы открываемся перед Духом Святым, Он вправе нас обличать. Я не говорю, что Он втаптывает нас в грязь, что Он лишает нас вообще всякой надежды, и рисует мир в темных красках, но Он вправе нас обличать, и корректировать, и наказывать. Отец, кого любит, того наказывает. Понимаете? Поэтому здесь вот одна из причин падения Иерусалима, это неправильно функционирующее пророческое служение. Давайте мы посмотрим еще на 4 главу, 13 стих. 4 глава книги Плача Еремии, 13 стих. «Все это за грехи лжепророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведникам». Ну, тут говорится также и о священниках, но упоминается о лжепророках, которые совершали грехи. То есть, с одной стороны, мы прочитали чуть ранее, были истинные пророки, да, они названы пророками, они не названы лжепророками. А здесь мы читаем уже о лжепророках, которые совершали какие-то грехи. То есть, было позволено функционировать этим лжепророкам, было позволено им проявлять свою активность, и это стало тоже причиной того, что произошло с Иерусалимом. Еще раз. «Все это» – «из-за лжепророков». Понимаете? Что все это? Вот то, что неприятель вошел во врата Иерусалима. 12 стих, чуть-чуть выше. Понимаете? То есть, это указывается в качестве такой важной и видимой, и существенной причины того, что враги вошли во врата Иерусалима. Понимаете? То есть, неправильно функционирующее пророческое служение, которое состояло в том, что воистину призванные пророки, они не функционировали как нужно, и также были люди, которые дерзали функционировать или действовать в пророческом служении, но не были на это призваны и поставлены. То есть, и то, и другое является признаком или примером неправильно функционирующего пророческого служения. И сегодня мой посыл и призыв, он очень простой. Нам с вами не нужно бояться обличения Божьего Слова. Нам не нужно бояться открываться перед Духом Святым в молитве и подвергать себя критике и анализу, и обличению, и корректировке со стороны Духа Святого. Нам опасно настраиваться на такое только действие и проявление Духа Святого или действие Божьего Слова, которое гладит нас по головке, говорит, какие мы хорошие, и только лишь брызжет и сыпет каким-то позитивом. Если мы вот так настраиваем свои духовные уши, то мы превращаемся в тех людей, о которых написано во втором послании к Тимофею, мы превращаемся в людей, которые избирают себе учителей, которые льстят нашему слуху. Это с одной стороны. С другой стороны, я хотел бы призвать нас с вами молиться о восстановлении пророческого служения. Как бы это высокопарно, пафосно и громко не звучало, но молиться об этом. Я верю, что все пять видов служений, перечисленных посланникам Ефесянам, 4 глава 11 стих, они до сих пор должны действовать, до сих пор актуальны, до сих пор являются теми видами служений, которые Господь учредил до конца века Церкви, до конца времени язычников. Конечно же, что касается апостолов, это вопрос очень сложный, но вот людей, которые несут пророческое служение, мне кажется, должно быть больше. Ясное дело, что вершина этого списка из Ефесянам 4.11 – это редко встречающееся служение, как мы сказали на разборе слова нашим, кто смотрит. А низ вот этого списка, конец этого списка – это наиболее часто встречающееся служение, то есть это пастор, учитель, их много, апостолов мало, пасторов, учителей много. Ну, пророков тоже не так много истинных, настоящих, но их больше должно быть, чем апостолов, ну, судя логике, да, следуя логике. Вот, поэтому я сегодня хотел бы молиться об этом, и, конечно же, у меня нет быстрых рецептов, быстрых каких-то, ну, пунктиков, которые могли бы привести к восстановлению пророческого служения. Это глобальный вопрос, это вопрос вселенского церковного масштаба, и, конечно же, мы в рамках своей поместной церкви, да, в рамках своих каких-то вот этих местечковых полномочий вряд ли быстро решим этот вопрос. Но никто нам не мешает об этом молиться, дорогие друзья, никто нам не мешает приносить это перед Господом, да, ставить это в качестве, ну, какой-то темы для молитвы. Потому что, если оно не будет функционировать правильно, понимаете, к чему это приводит? Вы увидели. Происходит разорение, происходит то, что враг входит в ворота, да, и народ Божий в плену, народ Божий связан, лишен способности, возможности действовать, как Господь то задумал. Поэтому мы согласимся, что пророческое служение истинное, оно нам с вами сегодня нужно, вот. Ну, и, конечно же, хотелось бы, чтобы было меньше ложных проявлений, да, примеры которых мы тоже можем, наверное, привести. Вопрос сложный, но важный. И никуда, ну, я думаю, в современной нашей церкви от него не деться. Мы можем закрывать глаза, мы можем говорить, ой, сколько было уже крайностей, сколько было уже об этом сказано, мы уже об этом много раз слышали. Ну, слышали и еще раз услышим, потому что об этом говорит Божье Слово. Это одна из причин падения Иерусалима. Да поможет нам Господь соответствовать Божьему дизайну, Божьей задумке, Божьему плану, Божьему замыслу функционирования во всех аспектах, в том числе и в рамках пророческого служения. Да поможет нам Господь не быть людьми, которые избирают себе учителей, которые только то и делали бы, что христили бы нашему слуху, вот, и быть открытыми для Божьей работы. До новых встреч, до новых видео с Господом.